Уйгуры, чьи семьи и родные пропали без вести более чем три года назад, были задержаны полицией города Стамбул при попытке сфотографироваться перед памятником Ататюрка на площади Таксим. После обыска и установления личности, задержанные уйгуры некоторое время находились под надзором полиции. Позже их отпустили при условии, что они наденут свои футболки наизнанку, так как на них были изображены их родители. Депутат столичного филиала партии ИИ Ибрагим Халил Урал затронул данный вопрос со словами «Главное управление безопасности и министр внутренних дел должны выступить с заявлением по этому вопросу». Помешав людям, чьи семьи подвергаются преследованию со стороны Китая, заставив их носить свою верхнюю одежду наизнанку, вы совершили неприемлемый поступок. «Восточный Туркистан – наша душа, и хотя бы здесь, в Турции, она не должна страдать». Уйгуры и китайские диссиденты, проживающие в Англии, утверждают, что за ними ведут слежку китайские спецслужбы. Пекин использует семьи в качестве угрозы и оказания влияния на активистов, которые выступают против китайского правительства. Согласно новостям газеты «Бритиш Телеграф», Азиз Иса Эль Кун, который организовал акцию против нарушений прав человека в Китае, получил несколько сообщений от своей матери, которая, по всей видимости, находилась под давлением китайских властей. Сообщения, содержащие угрозы, были отправлены китайскими агентами, которые призывали его остановить антикитайское движение. Иса Эль Кун подчеркнул, что китайское правительство использует семьи диссидентов в качестве заложников или угроз для того, чтобы заставить их молчать. Коммунистическая партия Китая подвергла дисциплинарному наказанию профессора на пенсии, который назвал Си Цзинпиня главарем мафии и правящую партию политическим зомби. В последнее время Пекин участил наказание ученых, критикующих китайского лидера и его правительству. Профессора Цай Ся, который до пенсии преподавал политологию в Центральной партийной школе и Коммунистической партии, лишили пенсии за критику партии и ее лидера. Администрация школы заявила, что слова профессора вызвали серьезный политический резонанс и нанесли ущерб репутации страны. В свою очередь профессор, который 40 лет проработал в школе, где обучались китайские бюрократы, отказался от членства в Коммунистической партии. Переговоры официальных представителей США и Китая относительно выполнения условий первой фазы торгового соглашения, которые были запланированы на 15 августа, так и не состоялись. При этом обсуждение данного вопроса отложено на неопределенный срок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на озведомленные источники. В запланированной видеоконференции должны были принять участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Ночин и заместитель премьер-министра Китая Лью Хе. Еще в четверг старший советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудло утверждал, что подготовка к консультациям идет хорошо. По его словам, стороны намерены провести детальную ревизию сделки. Соединенные Штаты задержали бывшего сотрудника Центрального Разведывательного управления по обвинению в предоставлении секретной информации Китаю. В заявлении Министерства юстиции США отмечается, что 67-летний Александр Юг Чинг Ма был задержан 14 августа по обвинению в предоставлении высокопоставленной разведывательной информации китайским официальным лицам. Ма, гражданин США, родившийся в Гонконге, начал работать на ЦРУ в 1982 году. В марте 2001 года бывший агент американской разведки посетил Гонконг на три дня, в течение которых передал китайским чиновникам конфиденциальную информацию, включая коммерческие соглашения Соединенных Штатов. Встреча агента и китайских чиновников состоялась в одном из отелей района. Власти США намерены предоставить налоговые льготы американским компаниям, которые возвращают свои производственные предприятия из Китая на родину, что приведет к повышению числа рабочих мест в стране. Об этом в понедельник заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме этого, подчеркнув, что США очень близки к разработке вакцины COVID-19, Трамп сказал, что Америка победит китайский вирус.